Мало кто знает, что 25 марта наряду с Днем работника культуры отмечают официальный день почтовой открытки. Кстати, у поздравительных карточек, о которых в современном интернет-мире практически забыли, интересная история. О ней расскажет Любовь Пермякова. В России открытками стали общаться с 25 марта 1872 года. Тогда почтовая карточка под названием «Открытое письмо» вводится в империи Романовых. Они стали пользоваться настоящей народной любовью. Всего несколько лет назад открытками были заставлены все полки почтовых отделений России, особенно перед Новым годом, 8 марта и 23 февраля. Ушла ли красивая традиция в прошлое? Узнаем прямо сейчас. А вы когда-то отправляли открытку и кому отправляли? В советское время отправляла с родителем, с матерью и так. Красивая была, хорошая традиция, как думаете? Очень хорошая, но уже не вернуть. В России изначально правом печатать открытки обладала только почта. С 1894 года такую возможность получили и местные типографии. Почтовая карточка включала в себя отпечатанные изображения марки или на бланке отводилось место для ее приклеивания. В современном мире, где получили широкое распространение электронных способов передачи информации и общения, традиция отправлять почтовую открытку все-таки сохранилась. И это подтверждает работники местной почты. То есть раньше они больше пользовались спросом или так же вот сейчас? Ну сейчас меньше. А в основном с какими-то праздниками поздравляются? Ну в основном с праздниками, с Днем Победы, с Пасхой спрашивают очень много. Ну бывает еще на 8 марта, 23 февраля спрашивают. По словам работников почты, пиком популярности открыток в Нинецком округе стало советское время. Свидетель открыточного бума Светлана Чупрова. 29 лет женщина отработала в главном почтовом отделении Наринмара. Как раньше люди? Часто отправляли открытки? Очень. Я сама работала на главной кассе, там вот такие пачки по тысяче штук. Я в день по 10 пачек этих вызов. И все расходилось. У нас все расходилось. Повесело было. У нас вообще дружный коллектив здесь был такой. Но есть в нашем городе люди, которые держали в руках открытки времен Первой мировой войны. Это сотрудники Нинецкого краеведческого музея. Вот так вот, Первая мировая война. Этим открыткам получается... Ну начало века. Начало века, да. Да, 1914, скажем, год. Открытка 1914 года. Удивительно. Да, это 15-й, это еще 15-й. Коллекцию этих уникальных открыток в 2005 году музей передала школьный педагог Татьяна Балмасова. Здесь каждая почтовая карточка – свидетель истории. На них фотографии, солдат с полисражений, карикатуры и, наверное, самое ценное – слова из прошлого. Как вы поживаете? Неплохо. Страшно жить и дорого. Еще одна уникальная коллекция открыток, которая хранится в фондах Нинецкого краеведческого музея «Дипы Северной России». Когда общественности на открытках были представлены северные народы. Наши народы здесь тоже есть, да? Да, вот как раз. Новая земля взяла. Тыковылка со своим отцом. Будущий художник и основоположник нинецкой культуры, Тыковылка стал одним из героев фотосессии известной полиграфической фирмы «Шерер». Знаменитая полиграфическая фирма «Шерер» «Набгольц и Ко» была создана в 1863 году. Фирма выполняла заказы по изготовлению фотопортретов, визитных карточек, выпускала каталоги различных выставок. Благодаря ее деятельности для потомков сохранились фотографические изображения вернувшихся из ссылки декабристов, писателей, поэтов, художников, музыкантов, общественных деятелей России того времени. На проводившейся в Москве в 1865 году мануфактурной выставке фирма «Шерер» получила высшую награду по фотографии – большую серебряную медаль. В дореволюционной России поздравительные открытки приравнивались к произведениям искусства. Их не только вставляли в специальные альбомы, но и украшали ими интерьер. Самыми популярными иллюстрациями тогда были заснеженные леса и деревенские домики, золотые купола церквей и ангелы, Дед Мороз и Снегурочка на тройках лошадей и семейные сценки. В советское время появляются новые сюжеты. Это летающие ракеты, космические корабли, спортсмены, герои мультфильмов. Особое место в истории российской открытки занимает военная тематика. Есть интересный факт. В них героической обороны Ленинграда, несмотря на тяжелые жизненные условия, было выпущено свыше тысячи иллюстрированных почтовых открыток, ставшими впоследствии своеобразной изобразительной летописью. Сегодня интерес к открыткам военного Ленинграда очень велик. Их собирают не только в нашей стране, но и за рубежом. Они экспонируются в музеях как ценнейший исторический материал.